Так, здравствуйте, шкодоводы. Сегодня у нас очередной ролик по просьбе наших подписчиков. Ну, чуть-чуть тут пыльно-грязненько, но ничего страшного. Будем рассказывать про переключение передач. Там человек прислал ссылку на два ролика по правильному переключению передачи, работы с цеплением, педалями. Но по мне так там какая-то ерунда. Я не скажу, что... Я вам расскажу про правильную систему переключения. Я расскажу вам про свою систему. Как я это делаю. Там человек попросил. Расскажем. Возможно, будет полезно. Короче, никакой правильной системы не существует. Существует одна система. Как вам удобно. Как вы привыкли. Как вам лучше. А вот эта правильная система, там какая-то ерунда. Там что-то пятка должна быть на полу, что-то там пятка, носочек там. При переключении тормоз, газ, так, не нужно отрываться. Какая-то ерунда. Так вообще. Там целиком ролик не смотрел. Там просто переключил чушь. Тут получается так, что у Шкоды сцепление тормоза одна плоскость, газ более утопленный. И там типа Влада Катима, там человек показывает. Типа надо вот так, вот так. Ну, получается, ну, как бы, теоретически можно. Но тогда вы педаль газа вот не сможете полноценно нажать. Как переключаться? Да как, как. Тут главное, во-первых, правильно сесть за рулем. Чтобы когда вы выжимали сцепление, у вас не двигался таз, а движение было только в коленном суставе. Тут есть такой момент. Вы к вам спешите, не спешите. Потому что если вы будете топать, то у вас будет одна манера переключения. Если будете спокойно ехать, то ехать будете по другой манере. Давайте сначала разберемся с правильной посадкой за рулем. Сейчас я камеру настрою. Итак, товарищи, для начала разберемся с правильной посадкой за рулем. Это гораздо важнее, нежели там умение переключаться там. Во-первых, сам простой способ. Просто вытягиваем руку. Видите, запястье должно лежать на руле. Тогда автоматически спина у вас упирается в спинку сидения. То есть автоматически у вас получаются вот эти все углы, которые там 123, я уж не помню. Потом пол ногам движения, сиденьку двигаем так, чтобы вы, когда выжимали педаль сцепления, у вас движение происходило только в коленном суставе. Таз у вас уперт в спинку сидения. Все, вот это правильное положение. И, сходя из этого правильного положения, уже начинаются все остальные движения. Заводим машину. Переключаем. Ну, работу вы все увидите как. Сейчас я установлю всю камеру. И, короче, будем снимать две плоскости обороты и работа педалями. Возможно, с ними еще работают коробки передач. Само переключение. Есть два способа. Если вы никуда не спешите, переключайтесь так, как рекомендует сама машина. Есть методика экономичного вождения на всех видах двигателя. Это до 2000 оборотов. Что касается и турбины тоже. Про ту чушь, которую пишут там некоторые, ну, не пишут, а снимают эти блогеры, такие там, лжеблогеры, специалисты, там, какой-то там механик был там, ацмеханик, я его так называл, о том, что типа идет вред на переезде на низкие обороты, все это полнейшая чушь. Даже если вы плетете в режиме пенсионера, как у него делают эту течь, вы просто можете время от времени поддавать газы, и там все будет прочищаться, ничего там прогорать не будет, короче, ересь. Инженера ВАГа тоже не болваны. Почему-то некоторые думают, что вот эти люди, которые там снимают эти ролики, они прямо специалисты. Ничего не специалисты. Если машина просит переключиться уже на 2000 оборотах, значит, она на это рассчитана. Так, по переключению. Я переключаюсь так, как просит машина. Грубо говоря, по рекомендациям ВАГа. Машина просит переключаться на 2000 оборотах на следующую передачу. Также переключается автомат, также может получаться и вы. Это методика экономичного вождения. На любом двигателе езда до 2000 оборотов переключения – это экономичный режим. Крутить турбину можно вплоть до 5000. Ну, я 4,5 тысяч уже переключаюсь. По переключениям все увидите. Сейчас я попробую смотреть камеру на верх и низ, чтобы снимать, как работают ноги и на каких оборотах переключаются машины. Вы должны тренироваться. Например, по быстрому переключению. Я, например, могу перелезать до такой скорости, что теряю всего по 500 оборотов на переключение. ДСГ теряет 1500. Ну, и другие автоматы там 1500-2000 теряют. Люди с обычными навыками тоже теряют 1500-2000 оборотов. Просто сели в гараже и сидите, включаете передачу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тренируетесь. Короче, по рулежке. Тоже важно, вы должны уметь рулить, например, одной рукой. Но при такой рулежке вы должны учитывать, что вы всегда должны суметь его зафиксировать. Например, хоп вам нужно резко. Ну, грубо говоря, надо тренироваться. Ну, также экстренное руление. Хоп-хоп-хоп-хоп. Перехваты, короче. Все это тренируетесь. Потому что у меня тоже были такие ситуации, что вроде бы как бы все окей. Но я так тренировался и смог удачно вырулить. Это было на продающей машине. Там у меня было три заноса. Руль-крутилка будет так, как капитан корабля. Там вообще было, как на тренировках. Ну, тренируйтесь тоже сами. Можно в гараже, можно в станке, где хотите. Сейчас будет показывать, как я вожу. А вы посмотрите. Ну, это будет, как бы сказать, статья методика. Трогаемся. Первая пижача нужна только для того, чтобы тронуться. Все. Сейчас просто едем. Обычный стиль вождения. Сейчас мы выйдем на наш, так сказать, скоростной рубеж. Вот сейчас просто едем. Так, едем. Машина 2000. Прости переключиться. Включаем пятую. Все. Едем дальше. Скорость переключили, ногу убрали. То, что там говорил какой-то там, там тот один там специалист, что вот так, он типа ногой мешает ему. Ну, видать такой специалист ничего не мешает. Включаем шестую и все. Надо притормозить. Переставил ногу. Очень спокойная езда. Очень спокойная езда. Вот. Вот так вот. Идем сейчас накатом на шестой скорости. Расход 0. Оттормаживаемся. Разворачиваемся. Так, там видно. Все, пошел разгон. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Слишком быстро. Поворот. Оттормаживаемся в повороте. Включаем четвертую. Идем дальше. Так, ну а сейчас впереди будет 90-градусный поворот. Тут не разгоняемся. Подготавливаемся. Включаем третью. Вон день 90, где-то 85. На третью входим. И идем дальше. Вот тут у нас не совсем скоростный участок. Чуть-чуть готовимся. Готовимся так, оттормаживаемся. Пропускаем встречный транспорт. Переключаемся. Все, сейчас будет у нас старт. Пошел разгон. Третью. Крутим, 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 крутим. Четвертая. Все, дальше не крутим. Сейчас мы погоняли. Чуть-чуть покракатимся. Ну, это я просто показывал. Можно более быстро, но свою машину жалко, поэтому рвать ее не будем. Но, когда очень надо, можно терять всего лишь по 500 оборотов. Все, 2000 стандартная машина идет в горку. Все шикардос. Шестая вообще здесь как автомат. Включил ее и забыл. Например, еще можно как сделать. Включаем сейчас круиз. Выставили скорость. 70. Все, убрали ноги. Едем. Теперь, сейчас, сейчас даже. Вот, например, надо обогнать. Добавляем газу. Шестая передача. Делаем обгон. Отпускаем. Идем дальше. Круиз работает. Как вам все видно? Вроде там видно, да. Все, едем на круизе. Методика вождения без ног. В чем прикол? Круиз очень хорошо идет в горку. Он как бы подталкивает машину. Не знаю, в чем прикол. Может, кто знает, напишет. Ну, вот такая ситуация. Вы сами все видели. Переключение. Никакие там не надо. Тут одна нога. Что-то туда-сюда. Работаем как положено. Так, итог по переключениям. При простом вождении переключается по рекомендации вага, когда загорается у нас тут рекомендуемая передача. Это получается до 2000 оборотов. Все нормально. Турбина работает с 1250. Сама машина стреляет в 2000-3000. И можно крутить до 5000. Потому что после 3000 у нас переключается максимальный скольчий момент. Но начинает расти лошади. Растут они примерно до 5000. Дальше больше 5000 крутить нет смысла. Так, по-по-по-по. По троганию. Если кому-то там интересно. Банально просто выжимаем сцепление. И главное. Все переключения передач совершать на максимально полном выжатом сцеплении. Чтобы не вредить коробке. По троганию. Набираем примерно 1200-1500 оборотов. Начинает отпускать сцепление. Лой момент. Машина трогается. Потом. По старту. Если вы хотите сделать динамичный старт. То желательно отключить систему ESP. Которая отключается через... Так. Показать, что ли. Где у нас тут? Так. Настройки. Сейчас настройки машины. Система ESP. Ее выключаем. Если хотите поотжаривать на машине. Но она отключится автоматически после оглушения двигателя. Которая отключается вот так вот. Включил он. И выключил ее. Система ESP. АСР выключена. Потому что если ее не выключить. Если вы гнаете на первой передаче. Там например. Вы как бы сдуру бывает. Решил сделать быстрый старт. Там 3-4 тысячи накрутили. Как газонул. У вас будет такой скрежесть под колеса. Потому что система будет блокировать пробуксовку. И там будет. Убираем. Чуть шлифуем и газуем. Но правильно трогание резвое. Вы просто на первой передаче. Просто газуете. Полторы-две тысячи. Полторы тысячи. Набираем две тысячи. Отпускаем сцепление. И нормальный старт идет. Потом. Переключаемся там по желанию. И все такое. Потом еще один момент. Бывает. Как писал один человек. Он не может включить передачу. Тут все банально. Просто. Опять же у нас максимальный выжим. И заводим передачу. Обычно это бывает на 3-й. передачу у вас. Но бывает и на 1-й. Пока что видите все идеально. Но бывает такое. Если у вас например не пошел завод ручки, коробки передач в скорость. Банально просто верну. Не пошла передача. Так. Отжали. Снова выжим. Хоп. Все. Зашла. Ну или банально не идет третья. Блин. Включи вторую. Или четвертую. Там. По ситуации. Какая у вас там. Ситуация на дороге. Еще. Что по скоростям. Машина спокойно тянет примерно с 1200 оборотов. Что 6-я, что 5-я. Любая скорость. Просто сразу не давайте большого ускорения. Если вы видите, что у вас упали обороты. Вы например чуть-чуть ошиблись. Выбери передачи. Ну или переключите на нижнюю передачу. Или просто потихонечку подгазовывайте. Не сильно давя газ. И она сама выйдет. Когда уже наберет обороты. Там примерно с 1500 оборотов. Уже все нормально. Обороты уже такие. Машина идет. Потом по. Например вы входите в поворот. Ошиблись со скоростью. Или не знаете какую скорость учить. Просто банально. Перед оборотом выжимаем сцепление. Входим в поворот. Уже смотрим на скорость. И уже по ситуации выбираем там. Банально третья передача нормально тянет 40 км. Так что. У меня без он. Например. Вот я только что когда показывал ролик. Там был поворот примерно 85 градусов. Спокойно. Отормаживаешься. Например со 100 до 40. Или до 30. Входишь в поворот. Включаешь третий. Выходишь. Нажимаешь газ. И уходишь на 50-60 и дальше. Ну а так. Если кому было полезно, что я говорил. Ставьте лайки. И смотрите дальше мой канал. До свидания.